Приветствую всех, это Уильямом Зелак, и я приглашаю вас в наш седьмой эпизод Janess Longevity TV. Вы слышали о стволовых клетках? Уверен, что да. Сегодня я хочу поделиться с вами тем, что знаю о стволовых клетках, о том, насколько они удивительны, и как они меняют мир медицины. Чтобы понять, что такое стволовые клетки, давайте обратимся к жизни. Как зарождалась жизнь? Жизнь у людей зарождается в момент слияния женской яйцеклетки и мужского сперматозоида. Среди миллионов сперматозоидов в результате находится лишь один, именно он и оплодотворяет яйцеклетку. И представьте, что при их слиянии образуется первая эмбриональная стволовая клетка. Именно с этой клетки зарождается жизнь. В этой клетке заключена огромная сила. Она разделится на две клетки. Одна будет первоначальной, а другая сформирует первую эмбриональную ткань. Ткань — это группа идентичных клеток. По прошествии нескольких дней и нескольких делений, три эмбриональных ткани будут готовы к работе. Каждая отвечает за создание семейств взрослых стволовых клеток, которые будут формировать специальные клетки, такие как клетки мозга, сердечные или мышечные клетки. Большая разница между эмбриональными и взрослыми стволовыми клетками заключается в том, что эмбриональные клетки имеют неограниченную силу давать жизнь любым специализированным клеткам, в то время как взрослые стволовые клетки могут индуцировать только те, которые являются частью ткани, из которой они образованы. Использование эмбриональных стволовых клеток регулируется органами здравоохранения по двум причинам. Во-первых, чтобы получить эмбриональные стволовые клетки, мы должны использовать эмбрионы. И это вызывает многочисленные споры. Однако эта причина стала неактуальной после того, как японские ученые нашли способ генерировать эмбриональные стволовые клетки из взрослых клеток кожи. И теперь споры здесь излишни. Вторая причина заключается в том, что эмбриональные клетки настолько мощные, что с их помощью возможно клонирование человеческих клеток, что вызывает еще более жаркие споры. Однако давайте вернемся к жизни. По прошествии девяти месяцев на свет появляется ребенок с более чем двумя стами разными специализированными семействами клеток, произведенными стволовыми клетками. Но это еще не конец. Потому что природа всегда в ожидании. Ожидании чего? Постоянной нехватки. Нехватки специализированных клеток, которые погибают или не делятся. Нам нужно решение, и оно заключается в стволовых клетках. Природа создала хранилища во всех частях человеческого тела, предназначенные для хранения стволовых клеток, особенно в костном мозге, коже и брюшном жире. Сейчас история становится поистине захватывающей. Что, если мы сможем выделять эти стволовые клетки и использовать их для лечения различных заболеваний? Знаете ли вы, что это было сделано много десятилетий назад? Это называется трансплантация костного мозга, что, по сути, означает трансплантация стволовых клеток. Такая процедура применяется к пациентам, страдающим тяжелой формой лейкемии. Мы начинаем с того, что убираем клетки из костного мозга, оставляя пациента без защиты, без клеток иммунной системы. Именно поэтому пациента надо поместить в стерильное пространство. Затем мы ищем подходящего донора, который обладает сходными генами, для того, чтобы избежать отторжения. И затем стволовые клетки донора вводятся в организм больного человека на замену раковым. В этой процедуре есть две проблемы. Первая — найти подходящего донора. И вторая — избежать отторжения тканей при использовании агрессивных иммуноподавляющих препаратов. Сегодня использование стволовых клеток почти полностью революционизировало медицину, создав новое направление под названием регенеративная медицина. Цель в том, чтобы найти подходящие стволовые клетки, которые будут введены в определенные области, чтобы стать теми самыми клетками, которые нам необходимы. Регенеративная медицина — это будущее медицины. Любая функция, любой орган могут стать предметом терапии стволовых клеток. Начало уже было положено в спортивной медицине, где спортсмены используют свои стволовые клетки для решения проблем с суставами, в особенности с дисфункцией хрящей. Некоторые профессиональные спортсмены могут на несколько лет дольше остальных участвовать в соревнованиях благодаря регулярным инъекциям стволовых клеток в суставы. Пересадка сердца будет упрощена благодаря использованию стволовых клеток. Израильские ученые с помощью стволовых клеток успешно вылечили несколько случаев слепоты. Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и аутизм сейчас изучаются на предмет их лечения с помощью стволовых клеток. Сахарный диабет второго типа, а в скором времени и сахарный диабет первого типа будут успешно лечиться с помощью стволовых клеток. Коленные и другие суставные протезы больше не понадобятся. А что же с кожей? Лечение ожогов стволовыми клетками — это сегодня огромный успех. Итак, какое же место Джинас занимает сегодня в этой революции стволовых клеток? В нашем следующем эпизоде вы увидите, как мы используем стволовые клетки благодаря работе доктора Натана Ньюмана. Меня зовут Уильям Амзелак, и я представляю поколение молодых. До встречи в следующем эпизоде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова